добрый день дорогие друзья так бред или не бред все что касается контактерства ченнелингов или получение какой-то информации от оракулов ясновидящих от того что вы видите на видео в наших экспериментах очень часто я получаю письма где люди требуют там отнесите в другую комнату давайте проведем такой эксперимент такой такой на самом деле чтобы проводить такие эксперименты это очень здорово когда мы их привязываем к объективной реальности но надо видеть кто из людей это потянет а кто не потянет но это чуть дальше в этом поговорим чуть чуть дальше начнем с того что вот давайте самого первого момента вот человеку приходит в голову мысль какую-то мысль мы оцениваем как бред а какую-то мысль мы оцениваем как хорошую а скажите чем мысль сходить в магазин в магазин например за хлебом менее бредово чем мысль там изобрести радиоволны там и так далее придумать радио придумать телевидение ведь это мысль как идея она точно такая же и по плотности по сути дела точно такая же но те мысли которые у нас как-то вписываются в наш ряд поведенческий те мысли которые мы можем каким-то образом реализовать в жизни вот здесь и сейчас вот так просто самый кратчайший путь магазин же просто сходить да это мы иногда их конем из головы типа потом потом для нас это не бред а мысль которая говорит о том что пространство время может вот так скрутиться и можно вот так вот телепортироваться или еще что-то такой для нас бред да и кто тот кто оценивает проводя эксперименты я начала замечать одну очень удивительную штуку есть состояние когда человек вот входит в определенное достаточно глубокие состояния а потом его выводишь более в активное состояние у него сохраняется с подсознанием раппорт и при этом у него как бы мозг работает активно такой сон во сне получается и в этих состояниях у человека достаточно активен критик более того эти состояния настолько легко запоминаются и используются нашей психикой что человеку потом кто уже тренировался комфортно пребывать в этих состояниях потому что с одной стороны он как бы четко слышит голос своей интуиции у него все хорошо работает все хорошо складывается это приятно да бонус такой ложится а с другой стороны у него в этих состояниях тоже работает критик, очень четко, очень ясно. И вот в таких потоковых состояниях зачастую у человека начинается поток информации, и сразу же включается вот этот же критик, тот же самый механизм, который есть и в нашей повседневной реальности. Механизмы в психике одни и те же. И в парареальности будет точно так же это все работать. И человек вдруг перекрывает этот поток, говорит, мне вот эти стихи не нужны, эта музыка не нужна, это все ерунда, вот эти технические какие-то части, это вообще это не совпадает с какими-то концептуальными убеждениями. И он это отметает. Потом проходит какое-то время, он уже в своей обычной реальности, он уже вот здесь и сейчас, и вдруг оказывается, он бы хотел это вспомнить, как вспомнить какую-то информацию, которую вы снили ночью там где-то во сне. И человек не может. И он понимает, она бы ему и пригодилась бы, она такая интуитивная, хорошая информация была. Но тогда время было упущено. Так что тогда есть бред? Бред, ведь бред это всего лишь наша оценка. А когда у нас рождается оценка, если так подумать, оценка у нас рождается тогда, когда мы смотрим на мир, на реальность через призму какой-то концепции. И вот смотрите, человеку, например, выгодно смотреть на мир через призму концепции, что этот мир существует вне его сознания. Ну стандарт такой социальный, который у нас сейчас есть. Типа есть некий объективный мир, который где-то существует, а вот он пришел в него голым и ушел от него голым. Эта концепция, по сути дела, что позволяет? Она позволяет сбросить с себя ответственность. То есть я вот такой несчастный, и вот всем распоряжается Бог, он во всем виноват. Либо там начальник во всем виноват. Либо вот так случилось, и судьба у меня такая вот кривая. Ну и пошли, поехали. И таких вот объясняла, когда человек не реализуется, когда он не может проявить какой-то свой силовой потенциал, когда не может сделать шаг к себе. Вот эта концепция, получается, объективная реальность, она на самом деле необычайно выгодна тем, кто слаб душой, или духом, у кого нету силы сделать шаг к себе. И поэтому они пытаются каким-то образом укрепиться за счет переноса ответственности на рядом сидящего, лежащего или существующего. И вот когда эти люди смотрят на те же самые эксперименты через призму своего восприятия, они тут же выносят вердикт. Вот это ерунда, это не ерунда, это пойдет, это не пойдет. А люди, которые смотрят с призмы субъективного восприятия, для них действительно, вот для этой категории это будет бред. А для категории, которые смотрят субъективного восприятия, я, например, еще в экспериментах вижу очень интересные вещи. Например, вот вы можете зайти с субъективного восприятия, как я, и посмотреть, и увидеть пользу в тех же самых экспериментах, когда человек устанавливает контакт с какими-то глубинами своей психики и выдает информацию там от любого из персонажей, будь то Гитлер, там еще кто-то, Ленин, Трамп, там, да неважно, какой персонаж одеть, либо просто пойти и взять информацию, так называемую бредовую, которую поначалу не знаешь, как применить. Так вот, в этих состояниях психика почему-то продуцирует эту информацию, не какую-то другую, а то, что человек выдает. Вот. Ведь на самом деле информации очень много. И вдруг ни с того ни с сего человек выдает нечто уже отфильтрованное. Каким образом настраивается и фильтруется эта информация, почему именно эту информацию он выдает? Конечно, концепция здесь важна, через которую он видит, как через фильтр эту информацию. Это один момент. И как минимум, когда мы прослушиваем эту информацию, можно видеть, какой травматизм у человека есть в подсознании, с чем можно работать дальше. То есть с точки зрения психотерапии, однозначно вот такие сеансы великолепны. То есть мы видим, с чем можно работать, мы видим, куда можно сводить человека. Более того, в освобождении ресурса и освобождении от травмы мы можем прекрасно проделать по этому же сценарию, используя это как техническую базу. А что мешает? Если у человека были какие-то моменты негативные в жизни, которые он, например, не хочет вспоминать, и его психика заменяет эти негативные моменты встречи с инопланетянами, как это было уже в экспериментах, когда проводились соответствующие эксперименты не мы, а в России, и это было уже от других служб. Если психика заменяет, значит, этот травматизм человеку вспоминать и не надо, значит, давайте отработаем с той заменой, которую она произвела, и у человека все равно будет результат, у человека все равно будет облегчение, и все равно мы отработаем травму, и она не будет так влиять на его жизнь, как она влияет тогда, когда она есть. То есть с точки зрения субъективного восприятия, с точки зрения психотерапии, любые вот эти контакты, ченнелинги, работы с человеком в этих состояниях ресурсных, они великолепны, на мой взгляд. Еще одна есть обратная сторона медали. Через эти эксперименты можно нарабатывать и нужно нарабатывать определенные статистические моменты по двум направлениям. Одно направление – это влияние на массовое сознание, потому что мы все-таки работаем с интернетом и с достаточно широкой аудиторией. Второй момент – когда мы можем рассматривать вот все эти сеансы, кошка пришла, в поток ровно вклинилась и говорит, нечего болтать лишнее. Второй вариант – когда мы можем рассматривать еще и эти сеансы, взгляд со стороны, когда мы видим определенные статистические наработки. Например, если бы была сейчас возможность общаться с конкретными людьми, с конкретными запросами, которые их беспокоят. Например, где-то в Казахстане есть человек, у которого умер родственник, и он где-то закопал клад. Человек выходит на нас, мы делаем такой контакт с людьми, смотрим один, второй, третий, подбираем, смотрим, насколько информация объективна, и одновременно с проверкой на объективность мы можем нарабатывать определенные моменты. Во-первых, технические по работе, во-вторых, статистические по результатам, в-третьих, как это все лучше привязать к материальной реальности, как очистить информацию от спама, от мусора. Потому что есть моменты, например, которые я сейчас вижу, можно напрямую с этими состояниями связанные, можно использовать, например, для спорта с точки зрения внушения влияния, прогонять через эту парасоманамбулическую реальность. Можно в моменты использовать самый сложный вариант, например, получения технической информации из информационного поля, то есть для патентов, для более дальних разработок. Здесь надо, чтобы у человека, который будет в контакте, мало того, что он был раскачан, у него был определенный опыт и так далее, у него еще мозг должен уметь взять эту информацию. И тут рождается еще один момент. Для того, чтобы эти сеансы были достоверными, надо, чтобы был настоящий интерес. Вот то, на чем я сейчас стопорюсь и ловлю себя, это на том, что если у испытуемого нет интереса к информации, то она блокируется. Если запрос не интересен никому, он блокируется. То есть энергоинформационный поток, именно силовая часть, которая несет информацию, она открывается, как сила намерения, как в данном случае ворота открываются под энергию, через интерес. Интерес чей? Интерес того, кто работает, интерес того, кто запрашивает. Видите, как это все синхронно происходит? Все не так просто. Это, казалось бы, набрал людей, посадил в Шарашкину контору и погнал. И пускай они сидят, бредят. А потом вообще можно это все сказать ерунда и закрыть эту тему. И сколько десятков лет эта тема вот так закрывалась. А те, кто ее открывал и оценивал, почему-то оценивают по стандарту, как будто с объективной реальности. Сейчас придет объективная информация, которая должна 100% соответствовать его представлениям. Во-первых, представления у каждого свои. Уже она не может соответствовать. А во-вторых, она тоже берется через призму своего восприятия. Здесь столько искажений, столько фильтров накладывается. Поэтому, когда мне говорят, что в мире появляется еще одна Ванга, и она там валит, и все так прекрасно. Я бы даже информацию, которую давала Ванга, 7 раз проверила на объективность. Но при этом это не значит, что надо взять и отфильтровать все и сказать, что это все бред. Нет, это не бред. Это психотерапия. Это работа с бессознательным человеком, с неосознанным человеком, с неосознаваемым человеком. Это помощь человеку в осознании того, что он может в моменте здесь и сейчас еще осознать, его душа заработает очки для новой игры. Это как минимум. Это как минимум. А как максимум, да, творческие прорывы, озарения. И вот тема управляемых озарений опять всплывает в контексте вот этих экспериментов, потому что бонусом, бонусом, как правило, являются, когда у человека очень много энергии, и он вдруг сосредотачивается после сеанса над какой-то задачей. У него хватает ресурсов на то, чтобы быстро углубиться. Внимание работает. Он учится концентрироваться во время вот этих вот приемов. И у него получаются такие хорошие творческие прорывы. И то, что я вижу сейчас в окружении людей, с которыми я работаю индивидуально вне видеосъемки, да, да, это хорошая тема, эта тема требует изучения. Жалко, что пока нет у меня возможности все это дело фиксировать приборным путем, нормальным приборным путем, то есть с помощью энцефалографа, с помощью томографа, потому что я думаю, что в этой части тоже были бы определенные открытия и наработки. Но посмотрим, как будет жизнь складываться, насколько все это будет в дальнейшем развиваться, и какие шаги предпринять дальше для того, чтобы все-таки поднять интерес участников, может быть, как-то монетизировать для того, чтобы они продолжали работать, продолжали участвовать в экспериментах, чтобы мы делали нормальные запросы, набирали нормальную статистику, потому что нету ненужных мыслей в бессознательном. Вот это железно. Нету бредовой информации в бессознательном. Нету. Если мысль приходит, значит, она для чего-то нужна. Вопрос. Для чего? С вами была я, Наталья Зайцева. Продолжение следует... Продолжение следует...